Итак, давайте рассмотрим частую задачу создания пунктов «Меню динамически» на примере разделов каталога. Для начала разместим компонент меню в шаблоне внутренних страниц. Откроем тестовую страницу и разместим компонент меню на ней. Выберем шаблон меню inner-left. Этот шаблон уже был создан. Аналогично шаблону верхнего меню. Лежит в общем шаблоне сайта. В настройке тип меню для первого меню мы оставляем левое меню. Уровень вложенности меню 1. Сохраняем. Скопируем код вызова компонента. Откроем шаблон внутренних страниц. Футер. И здесь мы видим верстку левого меню. Давайте заменим ее на вызов компонента. Сохраним. Давайте откроем раздел «Компания». Итак, здесь мы видим подключенный компонент меню. И пункты меню — это в данном случае страница этого раздела. Рассмотрим раздел «Каталог». Как мы видим, здесь нет пунктов меню, потому что в разделе «Продакт» нет вложенных разделов и страниц. Давайте рассмотрим настройки компонента. И мы видим здесь специальную опцию «Подключать файлы с именами вида тип меню, меню. XtPHP». Назначение этого файла — хранить в себе расширение пунктов меню. Давайте подключим его. В нашем решении этот файл уже есть, но, естественно, этот файл можно создать вручную в разделе. Сохраним. Мы видим, появились пункты меню. В данном случае они расширяются в этом файле. Давайте откроем этот файл. Перейдем в раздел «Продактс». И мы видим, здесь есть файл «LeftMenu.xtPHP». Как мы видим, здесь вызывается компонент, результаты которого передаются в переменную. Результаты работы этого компонента и является массив, расширяющий пункты меню. Давайте создадим вложенный раздел. Для этого перейдем в инфоблок продукции. Это тот инфоблок, который показывается в этом разделе. Мы видим, здесь есть четыре раздела. Давайте перенесем какой-нибудь раздел. Например, раздел «Мягкая мебель» перенесем в раздел «Офисная мебель». Создадим вложенную структуру. Итак, на главной, в корне у нас теперь есть три раздела. И в мебели, в офисной мебели есть вложенный раздел. Давайте посмотрим в публичной части, как поведет себя меню. Итак, мы видим здесь только три раздела, которые лежат в корне. В чем дело? Давайте откроем файл left-menu.xt и посмотрим параметры, которые передаются в компонент, расширяющий пункты меню. Мы видим здесь настройку «Deaf Level». Эта настройка регулирует уровень вложности. Меню, которые… пункты в меню, расширяющих основное меню. Давайте поставим здесь тройку. Сохраним. И посмотрим результат. Итак, как мы видим, у нас появился вложенный раздел «Мягкая мебель» в разделе «Офисная мебель». Принцип многоуровневого меню хорошо отражает шаблоны «Горизонтал мульти-левел» и «Вертикал мульти-левел». Для того, чтобы посмотреть пример реализации функционала меню, можно воспользоваться этими шаблонами. Продолжение следует.